21 ноября 2019 года в издательском доме аргументы и факты состоялась конференция повышения роли отраслевых и профильных объединений в процессе формирования единого цифрового каталога промышленной продукции, услуг, и его применение в государственном и негосударственном секторах экономики. Проект реализуется в рамках программы развития гражданского общества от способностей человека к эффективной экономике. В наших репортажах мы посмотрим с вами самые интересные выступления на конференции. Вопросы, связанные с развитием масштабного проекта по дополнительному руководству страны, вызывают огромное удовлетворение непосредственно на потребительском рынке, и как производители, мы с собой общались, так непосредственно и с теми рядовыми, малыми, средними предприятиями, рядовыми гражданами, когда мы говорим о качестве жизни, о качестве продукции, о качестве услуг. Поэтому, безусловно, знаковые совещания сегодня, знаковые конференции, когда происходит все это дело уже в публичном пространстве. И, соответственно, многие вопросы, которые будут здесь обсуждены, придадут определенный импульс развитию этого проекта. Но этот проект я бы разложил на две части. Первая часть касается отечественного товаропроизводителя, вторая часть касается все-таки импортной продукции. Но мы понимаем, что на рынке огромное количество некачественной продукции. И здесь речь даже не идет о фальсификате. Здесь речь идет о том, что многие предприятия, имея старые изношенные фонды, не обладая высокими ведущими технологиями, с низким уровнем оборотных средств, не имеющих возможности принять квалифицированных специалистов, не могут выпускать качественную продукцию того уровня, который необходим для сегодняшнего 2021 года. Поэтому в данном случае вводится непосредственно определенный единый номенклатурный номер, или скорее надо назвать технологии, ЕНН, так называемые, то есть проект так можно назвать, которые позволят во многом определить место и возможности отечественных товаропроизводителей, повысить их инвестиционную привлекательность, ну и создать определенную достойную нишу, которую они могут занять на нашем рынке. Второй момент хотелось бы отразить, то что существует определенная разрозненность требований, связанных с государственным и коммерческим заказом. Это касается и бюджетных организаций, это касается и корпораций. Поэтому в этом плане хотелось бы, чтобы была понята унификация требований, как и унификация определенной, так сказать, качества продукции. Для этого единственное, так сказать, должен быть создан электронный каталог. А вот всем понятно, что есть отраслевые каталоги, вот, ну, как я уже сказал, что во многом требования различны. Поэтому предприятия не могут во многих случаях, так сказать, непосредственно выступать как подрядчиками и как поставщиками определенной продукции и услуг для крупных структур. Следующий вопрос, который хотелось бы, следующий аспект, вернее, хочется, это все-таки вопрос, связанный с импортом. Вот. Ну, по импорту здесь намного все сложнее, поскольку контрафакты, фальсифицированные продукции много на рынке. И здесь необходимо поставить очень жесткий конкретный кордон, введя такой же аналогичную технологию для импорта. Вот. Это, как бы, вторая часть, так сказать, этого проекта. Вот. Здесь мы можем позволить себе это сделать. Время здесь есть, с одной стороны. Но, с другой стороны, то, что сейчас планируется и то, что сейчас обсуждается с точки зрения национальной безопасности страны, здесь имеется в виду продовольственную безопасность, технологическую безопасность, ну, и все то, что связано, в первую очередь, конечно, с качеством жизни народного населения. Потому что мы с вами все во многих случаях, так сказать, непонятно, какой продукт питания потребляем, непонятно, какой воду пьем там и так далее. Вот. Все вот эти моменты совершенно конкретно позволят правильно сформировать стратегию прогнозирования и планирования развития экономики Российской Федерации на долгосрочном периоде. Поэтому в данном случае, вот, хотелось бы, чтобы было, вернее, на этой конференции, чтобы было все-таки понимание необходимости этого проекта, необходимости реализации этого проекта. Вот. Ну, и всем я желаю успешного поступления. Благодарю за внимание.